Рим – многогранный и удивительный город. Стоя на одном месте, можно одновременно увидеть несколько эпох. И у каждой эпохи был свой монумент. Мы находимся сейчас с вами у мемориального комплекса «Викториано». Название монумента происходит от имени первого короля Италии Виктория Эммануэля II, который объединил Италию. После его смерти в 1878 году было решено воздвигнуть памятник в честь Отца Отечества и Объединения Италии. Для того, чтобы очистить место для строительства монумента, снесли очень много средневековых зданий. Но строительство монумента ушло 50 лет. Начали строительство в 1885 году и завершили его строительство в 1935 году. Король Виктор Эммануэл II был похоронен внутри пантеона. И когда памятник ему был завершен, было решено не переносить сюда его тело. Памятник стал могилой неизвестного солдата Первой мировой войны. К более важным церемониям относится возложение лаврового венка к могиле неизвестного солдата. Именно сегодня возлагали венок к могиле неизвестного солдата. В центре на золотом фоне мы видим богиню Рима, а под ней находится могила неизвестного солдата Первой мировой войны. Итальянский флаг состоит из трех полос. Зеленый, белый и красный. Зеленый цвет символизирует надежду, белый – веру, а красный – любовь. У подножья монумента ажурные металлические ворота. Ширина их 40 метров и вес 10 тонн. Они опускаются, когда проходят какие-то церемонии. Сейчас церемония уже завершилась, и ажурные металлические ворота поднимаются. Лестница также 40 метров в ширину и состоит из 243 ступеней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok С двух сторон Викториано находятся два фонтана, представляющие Адриатическое и Теренское море. Они омывают Италию и символизируют границы полуострова. С левой стороны Адриатическое море с альбом, символом Венеции. С правой стороны Теренское море. Оно изображено с русалкой и капиталистской волчицей. Центральная тема всего памятника представлена двумя надписями, которые находятся под квадригами. Это единство Отечества и свобода граждан. Строительство метро, которое развернулось на площади Венеции, продлится еще 10 лет. В центре монумента находится конная статуя Виктора Эммануила II, кому посвящен этот монумент. Высота конной статуи 12 метров, а ширина 10. Только представьте, диаметр копыта коня полметра. А еще, конечно, в это трудно поверить, но эта конная статуя однажды была рестораном. Правда, только на один день. Накануне окончания работ внутри бронзового коня были размещены стол, стулья и организован обед на 24 человека. Представляете, какая огромная статуя? Конная статуя находится на мраморной основе. Ее украшают женские фигуры, которые олицетворяют 14 итальянских городов. Турин, Венеция, Палермо, Мантуя, Урбину, Неаполь, Генуи, Милан, Болонья, Равена, Пиза, Амальфи, Феррара и Флоренция. Субтитры создавал DimaTorzok Викториана богат растительными символами. Дуб олицетворяет силу и мощь. Дубовыми венками награждали самых храбрых воинов. Очень часто на монументе можно одновременно увидеть веточки дуба и оливкового дерева. Если дуб олицетворяет силу и мощь, то веточки оливкового дерева олицетворяют мир, мудрость и гармонию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Когда будете в Риме, не упустите возможность подняться на Викториану. Этот комплекс еще является и прекрасной смотровой площадкой, откуда с высоты птичьего полета вы можете увидеть Рим. А чтобы продлить ваше удовольствие, закажите в баре кофе или аперитив и посидите за столиком бара в любое с вечным городом. И что конечно же немаловажно, вход на Викториану бесплатный. Спасибо за просмотр! Дорогие друзья, помните, что каждая церковь в Риме – это сундук с сокровищами и бесплатный музей. Базилика Санта-Мария Сопра Минерва содержит огромное количество шедевров, благодаря многим художникам, которые работали здесь, таким как Филиппино Липпи, Антониацио Романо, Микеланджело Буонаротти, Джан Лорен Собернини. Здесь также находятся останки личности, имеющие большое значение для истории церкви и истории искусства. Среди них Святая Екатерина Сиенская, Беату Анжелико, Два Папы Медичи, Лев X и Климент VII. Это место полное шедевров и истории. Оно заслуживает того, чтобы его знали и восхищались им. Справа от главного алтаря находится капелла Карафа. Мрамор, украшения, фрески, каждая деталь капеллы сегодня представляет собой настоящую жемчужинку, которую нужно открывать и восхищаться. Сегодня я хочу рассказать вам про капеллу Карафа. Эта великолепная капелла была расписана Филиппино Липпи в конце XV века по воле кардинала Оливьеру Карафа. Он был доминиканцем, который в то время управляли церковью. Роспись капеллы посвящена Святой Марии и Святому Фоме Аквинскому. Художник прибыл в Рим в августе 1488 года. Его рекомендовал Карафи Лоренцо Великолепный, с которым он уже сотрудничал во Флоренции. Попав в Рим, Филиппино Липпи был восхищен и очарован античными памятниками Вечного города. Ему также посчастливилось стать одним из первых художников, открывших необычные фрески Золотого дома императора Нерона. Он также, как и Рафаэль, оставил свою фотпись Филиппу на своде Золотого дома Нерона. На центральной стене две сцены, связанные с жизнью Богородицы. Успение Богородицы и Благовещение. Сцена Благовещения происходит внутри алтаря или, возможно, в кабинете кардинала. Свет освящает Богородицу, святого Фому Аквинского, архангела и заказчика капеллы, Оливьеру Карафа. Фома Аквинский представляет кардинала Карафа, заказчика, Богородицы. Чуть выше фреска Успение Богородицы. Мы видим Мадонну, возносящуюся на небеса. Ее встречают ангелы-музыканты, расположенные вокруг нее. Одежда ангелов легкая, воздушная, развивающаяся. Мадонна находится на облаке овальной формы. Она изображена в изящной позе со сложенными руками. Богородицу окружает венец ангелов. Ангела играет на струнных и духовых музыкальных инструментах XV века. Три ангела внизу толкают облако вверх. Ангелы-музыканты, окружающие Марию, словно в игре и танце, возносят ее на небеса. Чтобы объединить две сцены, благовещение и Успение, Филиппину Липи написал двух пути. На правой стене мы можем рассмотреть фреску, где изображен Фома Аквинский. В нише изображен Фома Аквинский. Он держит в руке книгу с надписью на латинском языке «Погублю мудрость мудрецов». У его ног лежит фигура, покрытая книгами, символизирующая грех. На полосе пергамента надпись «Мудрость победит злобу», что является намеком на важность, которую предают доминиканцы в борьбе с ересью и пороками. Святому Фоме ассистируют четыре дамы. Философия с книжкой, богословие тычет пальцем в небо, диалектика со змеей и грамматика, а на одной рукой ласково теребит ребенка за ушко. А посох в то время использовался для наказания любого признака лени. Слева виден городской пейзаж с изображением конной статуи Марка Аврелия, которая в то время находилась у Латеранского собора, и считали, что это статуя императора Константина. Сейчас эта конная статуя, статуя Марка Аврелия, находится на Капиталистском холме. Предположительно, два молодых человека, которые находятся на переднем плане, являются будущими римскими папами из семьи Медичи. Это Лев X и Климент VII, которые похоронены в этой базилике. Книги на земле – это книги еретиков, которые собираются сжечь. На этом, дорогие друзья, наша небольшая прогулка по Риму заканчивается. До новых видео, друзья! Ставьте пальчики вверх, если видео вам понравилось, и делитесь им с друзьями. И, конечно же, приезжайте в Рим! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok